На смену снежному коллапсу в городе-герое Волгограде пришел другой из-за грязи, невывезенных сугробов и мусорных свалок. Такая ситуация, как сообщили нашему информагентству читателей, не только на окраинах города, но и в центральном районе, который, как известно, является визитной карточкой Волгограда. К примеру, выходите вы из подземки на станции Пионерская в самом центре и открываются перед вами прекрасные виды. Лужи, грязь, кем-то забытый мусорный мешок рядом с урной и разбитая витрина. И снег, сваленный в куче напротив здания Сбербанка. Он еще не успел растаять до конца, а вывозить, судя по всему, ему некому. Безобразие, я считаю, это большое безобразие. Зачем мы деньги платим? Куммунальным услугам, не знаю. Я живу на тракторном. То же самое, нечистые. Я живу здесь давно и ужаснее, чем сейчас не было. Ни деревья, никакие посадки, ни уборки, ни внутри кварталов, ни окна. На улице Краснознаменской напротив пирамиды тоже залежи грязного снега, правда, огороженные забором. Неподалеку, рядом с троллейбусной остановкой, такие сугробы, что их обойти непросто. Во всяком случае, люди, выходящие из общественного транспорта, вынуждены лавировать и проявлять изобретательность, чтобы не подскользнуться и не упасть. Редко кто из пассажиров обращал внимание на огромный плакат от администрации Волгограда с пожеланиями в новом году горожанам любви и счастья. Сами же горожане, те, кто видел это обращение, признавали, что сложно быть счастливым в нашем городе. Да и жить в нем мало хочется. Я не знаю, сколько я хожу здесь, я не знаю. Постоянно вот киоски никто никогда не убирает. Это я точно могу сказать. Здесь вообще везде всегда, вот любой снег, здесь колдобины. Меня возмущают киоски, которые рядом стоят. Раньше нас заставляли всех. Любой институт у нас была территория, мы чистили. Сейчас никому не надо. Извините за выражение, просто не хочется говорить в городе. В одном месте мы все сейчас. Потому что Баженов не следит за городом. Я стараюсь лично следить. То есть за собой я выкидываю в мусорку. Бычки, пантики какие-либо. Это тоже интересует, что почему не убирают эту кучу. Писал я в газету. Роддом у нас в Пировском районе, точно такая. Роддом. Это никто, никто не смотрит за этим делом. Только в газетах и телевизорах. Все у нас в порядке, все чистота. Был так и есть. И во дворах у нас такой порядок. Везде снег валяется. Я имею в виду, что вот это куча. Вы только здесь видите. А вы отъездите, что-то подальше. Там же самое дело. Плаката такого нет. Сугробы в центре города и на остановке общественного транспорта на улице Порт Саида. Жители Волгограда подходили к съемочной группе высоты 102 и приглашали посетить и 7-ю Гвардейскую, и улицу Пархоменко. Рассказывали про тракторзаводский район, Кировский. Все жаловались на грязь, мусор и бездействие властей. А стражилы центрального района подчеркивали, что никогда еще территория не была такой грязной, как сегодня. Вы бы еще во дворы наши заглянули. Там ситуация еще страшнее, чем на улицах, говорили они. Центральный район никогда не был таким грязным, как последние два года. Вот я хожу, начиная от проспекта Ленина, ну и до конца, вот до моста на Хиросиме. Вообще улицы не чистятся. Лед постоянно, грязь. Вечером освещения нет никакого. Дворы и домов по улице Хиросимы и Рокоссовского, которые посетила съемочная группа, действительно представляют собой огромную свалку. Спиленные ветки деревьев, которые почти повсюду, не вывозят несколько месяцев. Как и мешки с мусором, рассказали жители. Но, судя по всему, никому нет до этого дела. Какие такие важные вопросы решают коммунальщики, управляющие компании, власти города, остается непонятным. Но то, что город погряз в грязи, это факт. Вы еще придите на Пархоминка 41, посмотреть, что там делается. Там вообще кошмар. И где, там еще куча, чем здесь. Ты Гусева вроде бы тоже ездила по дворам. Вот там, где она проезжала, там убрали. А рядом которые все вот в таком состоянии. Там вот снег был, вообще нигде ничего не прочищено было, даже скорой не могла проехать. Все эти ветки обрезаны, лежали здесь сначала. Потом пригнали много-много дворников. Все это они туда сложили в эту сторону. И так все это и лежит. У нас ужасно вообще здесь, ужасно. Грязные снежные сугробы практически повсюду. На улице Советской напротив Центрального рынка. На улице Елецкой в Рашумском районе. На улице Болонина. У автовокзала именно Первой Продольной. Горожане констатировали, что теперь они вынуждены жить от одного коллапса к другому. И выхода из создавшейся ситуации они не видят. Два года назад, когда пришел губернатор к нам сюда, он говорил, что почему люди в Волгограде не улыбаются. Что будут улыбаться. Но стало еще хуже, чем было. И какие уж тут улыбки после вообще этих вот терактов. Когда порядка в городе нет вообще. Вообще совершенно никакого порядка. Своей вот правоты своей не добьешься. Куда бы ни обратился, везде ноль. Ну везде ноль. Просто ноль. Субтитры создавал DimaTorzok